Программа действий. Пункт программы 4. Изменить стереотип еврея. Слабый, запуганный, неспособный дать сдачи еврей воспринимается антисемитами в качестве удобного объекта для нападения. Этот опасный стереотип можно изменить лишь в том случае, если потенциальный погромщик будет знать, что может получить достойный и болезненный ответ. Еврейская молодежь должна обучаться самообороне. Бокс, карате, дзюдо – вот что избавит еврея от глумления хулиганов и от стереотипа беззащитного существа, над которым каждый может издеваться. Не было в истории случая, чтобы кто-то стал антисемитом из-за того, что столкнулся с евреем, способным дать сдачи. Принцип еврейской силы – барзель – будет оставаться жизненно важным, пока в мире царят жестокость и насилие. Те, кто приходят в ужас от слов «еврейская сила», просто не знают, что значит подвергнуться антисемитскому нападению, что значит слово «погром» своей болтовней о недопустимости в кавычках еврейской самообороны, о том, что готовность дать сдачи противоречит еврейской морали. Эти люди лишь укрепляют в сознании антисемитов стереотип еврея, не умеющего постоять за себя. Совершенно необходимо наладить массовое обучение различным видам физической самообороны, ибо мы хорошо научены жестокими уроками истории. Обучаясь владеть огнестрельным оружием или приемами дзюдо, мы должны надеяться, что нам никогда не придется применять на деле полученные навыки. Но сегодня мы обязаны быть готовыми к самозащите. Кто может гарантировать нам безопасность, если мы сами не способны постоять за себя?